Мальчишки и девчонки, а также их родители, веселую историю слышать не хотите ли? Владимиру Путину доверяет 76% россиян, 78% граждан считают работу президента хорошей. Таковы результаты очередного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные 13 января, то есть вот уже в этом году. Чего? Честно, ну на кого оно рассчитано, на кого, ёпы РСТ, да я больше чем уверен. Сам Путин в результаты этих опросов не верит, потому что это даже не фейк, это вранье откровенно, 78%. Для справки, у Владимира Владимировича на пике популярности перед выборами 2004-го рейтинг доверия был чуть выше 70% в среднем тогда, в первые 8 лет его правления данный показатель держался в районе 50-60%. Повторюсь, мы говорим о временном отрезке, когда президент был по-настоящему популярен, когда он был по-настоящему любим народом, и сейчас 78%. Да ладно? Серьёзно? Кому вы парите мозги? Изгюзми, оба... Козюськи! Хотите за несколько минут буквально развенчают данный миф? Ну тогда погнали. Это реальная журналистика. Привет, дуралей. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Для начала предлагаю напрячься и повспоминать, откуда у нас эта уверенность невероятна. В высоком доверии граждан президенту, ну кто-то же нам с вами, он и вбил в головы. Ответ приходит сам собой, так по телевизору об этом толдыч от с утра до вечера. Большинство поддерживает Владимира Путина. Рейтинг великого кормчего достиг исторического максимума и прочее. Бла-бла-бла в ящике, то и дело. Показывают какие-то митинги в поддержку главаря. На театральной площади Саранска собрались активисты молодой гвардии, ветераны войны и труда, а также члены профсоюзов Мордовии. Всех их объединяет одно желание – поддержать президента и российских военнослужащих. Люди хотят поддержать курс президента на достойное будущее на независимой стране. Какой я был счастливый! Такой я и остаюсь на все оставшуюся жизнь! А когда не показывают митинги, показывают каких-то людей, которые спасибо деду за то, что отрел от нас все натовские беды. Уважаемый Владимир Владимирович, я счастлива, я горда поздравить вас с днем рождения. Будьте счастливы! Спасибо вам за чувство родины! Спасибо вам за то, что я своих мальчиков могу воспитывать как мальчиков, а свою девочку воспитывать как девочку. Я вас очень люблю, я восхищаюсь вами! Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем! А впрочем, ну каких сторонников могут показать по телевизору, особенно если учесть, что нет сторонников? Там не показывают от слова вообще, то есть об объективности говорить уже не приходится. А люди, которые хотят донести другую точку зрения, которые не поддерживают политику государства в той или иной сфере. Для них есть свои источники информации, которые они активно используют, я думаю, что да. Просто нужно, я не знаю какая, но нужно на митинге запрашивать разрешение, а не непровокационно их устраивать, когда тебе его не дали. Надо добиваться своих целей цивилизованным путем, не провоцировать. Так может они бы в эфире радостно вышли, рассказали, и не нужен был бы митинг? Ну может быть, может и рассказали бы, у них есть телеканал Дождь, они там рассказывают. К тому же давайте не будем забывать, в мире телевидения все и всегда выдумано, даже реалити-шоу. Название-то какое? Реалити-шоу. Ну и те снимаются по сценарию, поверьте мне, я знаю о чем говорю. Во-первых, сам работал на телеке 15 лет, во-вторых, ходил на такие шоу в качестве гостя. Что приглашали в прошлой жизни, когда еще видимость свободы слова в России была, на время покажут, например, это первый канал. Долго плевался после, слово лишнего сказать не давали. Как только отклонялся в неправильную сторону, микрофон отключали к ядрени фене, ведущие спасибо, мы вас услышали. Теперь по поводу провластных митингов. Чуваша присоединилась к всероссийской акции, стартовавшей сегодня в российских городах. Она прошла под лозунгом «Своих не бросаем». На набережной Чебоксарского залива состоялся митинг-концерт в поддержку референдумов на освобожденных территориях. Напомню, сегодня в Донецкой, Луганской, Народных республиках, а также на Запорожье и в Херсонской области стартовало голосование. Жители этих регионов дают ответ на вопрос, хотят ли они войти в состав Российской Федерации. Естественно. Чё, реально есть те, кто думают, будто такие вот митинги сами по себе стихийно организовываются, серьёзно. Какие-то люди, преимущественно пенсионеры, сами всё видели. Как-то между собой договорились собраться именно в это время, именно в этом месте. Через телеграмм, наверное. Ну, все ж пенсионеры в телеграмме тусуются, ага. Кроме того, именно в этом месте, совершенно случайно, откуда-то из воздуха материализовалась сцена, артисты. Допускаю, что вместе со снегом всё это выпало. Флаги, плакаты тоже со снегом выпали до кучи. Совершенно случайно в это же время неподалёку оказалась съёмочная группа ВГТРК и несколько чиновников из администрации. Но это не точно. Ребят, ну что за бред? Ну все же всё понимают. Да, господи, сами эксперимент. Устройте на предмет возможности или не возможности проведения такого стихийного митинга. Договоритесь, скажем, с десятком друзей. Попробуйте прийти в ближайшее воскресенье, например, на центральную площадь своего города. Да ещё с плакатами пусть. Даже в поддержку того же Путина, чем эта идея закончится. Рассказать или сами догадаетесь. Правильно. Приедет полиция и в лучшем случае вас просто разгонят. МВД предупреждает. Это незаконно. Тебя пригласили на митинг, сказали, что будет круто, а ты уверен, что акция согласована? Что нужно знать об участии в акциях? Согласно Конституции России, граждане имеют право на свободу собраний. При условии, что митинги, демонстрации, шествия или пикетирования будут мирными. Значит ли это, что группа людей может устроить политическую акцию в любое время и в любом месте? Конечно нет. И об этом тоже сказано в Конституции нашей страны. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Запомни. Проведение любых массовых мероприятий необходимо согласовывать. Замечательно. Поразительно. Гениально. Именно. Возвращаясь к нашим баранам, скорее всего вы еще и на штрафы налетите несанкционированный митинг-то потому, что... Ну можно же подать заявку, скажет кто-то. Вот только что в ролике ты его показал, а боном доложили. Ролик, кстати, тот МВД выпустили. Попробуйте. Реально попробуйте. Вот только вас тут же спросят, когда придете заявку подавать. Из какой вы организации? Когда скажете, что ни из какой мы, мол, самоорганизовались, пошлют куда подальше. Потому что властям нужен кто-то, кто будет нести за этот митинг ответственность. А самоорганизованные, да пошли вы в ж... Самоорганизованные. С вас спроса, если что, никакого. Поэтому и массовое мероприятие тебе, простому Васику Карекину, никто никогда не согласует. Вот потому что... Ну потому что... Потому что потому... То есть еще раз забудьте вы про эти стихийные митинги. Даже в поддержку царя. Ну представляете, на улицу выходят толпы в десятки, сотни тысяч человек. Не смешите мои тапочки. Такие мероприятия планируются заранее. У таких мероприятий всегда есть организаторы. Всегда подчеркиваю, огромное количество координаторов до кучи. Ответственные лица, да кого там только нет, а еще стоит. Все это, мама, не горюй так, что. Даже не мечтайте. Про сторонников о власти тоже забудьте. Я имею ввиду тех, что вам по телеку показывают. Массовка обыкновенная. Из бюджетников, зевакли, просто желающих заколымить 500 рублей. А ты куда что-то сделай. А что я это сделаю? Ну в общем, с телевидением все понятно. Перемещаемся в интернет, где тоже сторонников великого кормчего якобы хватает. Тем более в подконтрольных Кремлю соцсетях, в каких-нибудь одноклассниках, во Вконтакте. На этом пункте, к слову, даже останавливаться надолго не имеет смысла. Иллюзорный мир, мир ботов и троллей. Более повторюсь, мы говорим, когда о карманных прокремлевских площадках. Ну или тоже попробуйте проэкспериментировать. Напишите критический пост о власти. И подождите немного. Если не удалят и не заблокируют, могут. Ну вдруг не удалят. В этом случае обратите внимание на комментарии, которые под постом обязательно появятся. И которые обязательно будут хамскими. В которых вас назовут врагом. Пятые колонны обязательно напишут, про сколько тебе заплатили. Но самое главное, все эти комментарии будут абсолютно идентичными, как под копирку. Тролли и боты по методичкам работают. Их задача создать иллюзию массовой поддержки, в нашем случае власти. А вот есть ли такая поддержка на самом деле? Людмила Савчук долго скрывала свое лицо. В сети появлялась под вымышленным именем Алексей. Об этом журналисты узнали из документов для внутреннего пользования компании, деятельность которой не разглашается. Это фабрика троллей, говорит Людмила. Бывшая сотрудница предприятия, которая в последнее время наводняет русскоязычный интернет потоками пропаганды. Гигантское количество людей, которые производят в безумном темпе комментарии, посты, картинки, видео. Когда ты находишься там в качестве работника, ты свое техническое задание получаешь просто на компьютер. И не знаешь, откуда оно пришло и кто его написал. Расписано, как нужно именно подать, как расставить акценты, каким выводом подвести читателя. Ну, в общем, там прописана твоя позиция по данному вопросу, твоя проплаченная позиция. Школа информационной тактики шит! Что я сейчас не убедил? Тогда давайте совсем на пальцы. Я тут не поленился, посчитал, сколько это в людях, ну, те самые 76-78%, что поддерживают Владимира Владимировича, согласно ВЦИОМУ. В своих расчетах я отталкивался от последних данных Центра избиркома, ну, потому что считать-то мы взрослых людей собираемся. Так вот, 108 миллионов избирателей у нас было, по данным, на сентябрь 2021-го. Это внутри страны. Еще 2 миллиона за рубежом, бог с ними, этих трогать не станем. Берите калькуляторы, умножайте, делите, ребят, 70 миллионов человек получается. 70 миллионов поддерживают Путина. Это официальные данные от Центра изучения общественного мнения. Теперь просто вопрос. Вот это помните? Читаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. А что было дальше, тоже помните. А дальше этих мобилизованных начали ловить по всей стране, как зайцев. Какие-то облавы начались совместно с сотрудниками полиции. Представители военкомов на заводских проходных дежурили и даже в подъездах, в засадах сидели. Ну вот, чтобы не быть голословным. Ребят тормозят всех молодых. Прямо приходят в метро. Такими видео с утра полны многие российские паблики в соцсетях и информационные телеграм-каналы. В людных местах Москвы полицейские и сотрудники военкоматов останавливают мужчин и раздают им повестки. Приехали, короче, облавы. Еще более находчивыми оказались силовики в Санкт-Петербурге. Местные жители показывают заблокированные выезды из дворов и людей, дежурящих прямо в парадных. Бегись! Беги! Кто-то сбежал от мобилизации за границу, ну как кто-то, свыше миллиона человек подобного со времен Октябрьского переворота не случалось. Кто-то спрятался у бабушки в деревне. Эхо той мобилизации не утихает до сих пор в результате Кремль. Пропагандистам даже словосочетание это произносить запретил вторая волна. Песков теперь чуть ли не через день выступает с одним и тем же заявлением, не будет никакой второй волны, это проведский врагов. Ты втираешь мне какую-то дичь. Тогда объясните мне тупому, возвращаясь к нашим подсчетам. 70 миллионов человек как будто бы поддерживают Владимира Владимировича по вциому. Хорошо, мужчин из этих людей только половина, но это все равно миллионы. А теперь простой вопрос, простой и понятный 300 тысяч добровольцев набрать не смогли, а блабы потребовались. Это что, шутка такая? Да при таких-то раскладах, если цифра там 76-78% правдива, уже 22 сентября военкоматы должны были очереди выстроиться к километровой, а 23-го Путин снова должен был появиться в прямом эфире и сказать, друзья, спасибо, вы меня услышали. Необходимое количество людей мы набрали, мобилизация завершена. Вот как оно должно было выглядеть, повторюсь. Если президента на самом деле поддерживает столь немыслимое количество россиян, ну мы-то с вами. Все эти месяцы наблюдаем иную картину, только что разобрал ситуацию НАТО, тогда зачем врать? Блин, ну в мелочах-то врать зачем? Вот про эти результаты опросов хотя бы для чего? Ведь пропагандисты тем самым своего же патрона подставляют. Впрочем, об этом предлагаю поговорить уже в следующем выпуске. Итак, за рамки хронометража вылезли. Переваривайте! Это была реальная журналистика сегодня. Вот так подписывайтесь на канал, пишите, что думаете относительно сказанного в комментариях. Увидимся, услышимся. Пока-пока!